Всем привет, ребята! У нас сегодня прогнозы на воскресенье, 30 тысяч рублей будет проставлено. Ливерпуль играет против Челси, нам выйдет много других интересов по ним. Так что подписывайтесь на канал, ставьте лайки, жмите на колокольчик, переходите в наш телеграм, где много дополнительных бесплатных прогнозов. Ссылка на телегу в описании. Ну а по ссылке, закрепленном комментарии, можно всегда найти ссылочку на NoBet. Там очень высокие коэффициенты, широкая линия, так что переходите и получайте крутейшие бонусы по ссылке, закрепленном комментарии. Вот они перешли, и вы тоже переходите. Давайте уже перейдем непосредственно к прогнозикам. Начнем с Сириа. Сириа к нам возвращается. Моя любимая Сириа, я думаю, ваша тоже. Первый матч со Соло играет против Калини. Но Соло одна из самых ярких команд Сириа отрезка после карантина. Они очень много забивали, шикарные нападения, разнообразные. В общем, действительно, Соло были очень хороши. В 8 из 12 матчах последних Сириа они забивали 2 и более голов. Дома в 7 из 10 игр последних тоже 2 и более голов они забивали. Что касается Калери. Они здорово стартовали. В прошлом сезоне они шли даже некоторое время на первом-втором месте. Но концовку провалили. Очень много стали пропускать, очень много стали проигрывать. Поэтому я считаю, что, конечно, тяжело делать прогноз, потому что первый тур. Мы не знаем, в какой форме сейчас Соло. Но я рассчитываю, что Соло продолжит так же здорово играть, как это было там 1-2 месяца назад. И поэтому мой прогноз недавно тотал Соло больше 1,5. Коэффициент 1,76. 2800 рублей я ставлю. В личных встречах оба раза сыграли в ничью. 1-1 Калери у себя дома сыграл. И со Соло у себя дома сыграли в первом круге 2-2. Ну, два гола Соло нас и устроит. Парма играет против Наполя. Для Наполя Парма один из самых неудобных соперников. И это понятно, потому что Парма является, на мой взгляд, лучшей контратакующей командой Сириа. Наполь же, напротив, любит играть в контроль мяча. Поэтому при потере мяча атака Парма быстро распрямляется. У них есть хорошие, качественные футболисты впереди. Довольно богатый широкий выбор. И, в общем-то, поэтому в прошлом сезоне оба раза Парма победила Наполе и в Неаполе, и у себя дома со счетом 2-1. И мне кажется, что этот матч не станет исключением в том смысле, что для Наполя он не будет простым. К тому же, поединок гостевой. Наполе подписали Симхена. В межсезоне излили за 70 миллионов его, приобрели. Не думаю, что он будет в старте, но все равно на будущее приобретение довольно неплохое. Что интересно, у Пармы во всех 13 матчах после карантина обе забьют ставка проходила. Но и у Наполе в 8-10 игр обе забьют залетало. При этом в 45 домашних матчах Парма забивает 2 и более голов. Поэтому 3000 рублей я разделил на 2 ставки. 2000 рублей я ставлю на обе забьют за коэффициент 65 и 1000 рублей ставлю на индивидуальный тотал Пармы. Больше одного за коэффициент 2-0-3. Мне кажется, вполне неплохой коэффициент для этого события. Теперь мы переходим к Бундеслиге. Один матч в воскресенье я решил разобрать от Вольсбург-Байер. В принципе, команды плюс-минус не то чтобы равны по уровню. Байер, конечно, выглядит обреленным фаворитом и состав у них более сбалансированный. Но Вольсбург тоже довольно неплохо выступал в прошлом сезоне. Боролся за Еврокубки. Правда, в Лиге Европы выступали неудачно. 3-0 проиграли Шахтеру. Но и Байер тоже проиграл Индеру в этом же розыгрыше Лиги Европы. Поэтому, на мой взгляд, в этом поединке Вольсбург, который провел на один матч больше Байера, они еще проводили свой матч в Лиге Европы. До этого также играли в Кубке Германии. 1-4 обыграв Фюрстенвальде. Такой вот сложно произносимый клуб. Что касается Байера, почему я вот эти два клуба приравниваю? Потому что все-таки лишились главной своей звездочки Хайвертса. Плюс ушел нападающий Фонд. На замену ему пришел Шик. В этом поединке, я считаю, что будут голы. Потому что атакуют лучше те и другие. У Вольсбург довольно большие проблемы в обороне. Надо отметить то, что и три гола от Шахтера пропущенных. И в других матчах Дейбар тоже, я уверен, свои голы забьет. 7-0 они обыграли в Кубке Германии Айнтракта Нордерштетт. Ну и в личных встречах, что интересно, Вольсбург обыграл Байер после карантина. Причем на выезде 4-1. Я высоко не стал лезть, поэтому, так что моя ставка. Обе забьют. Плюс тотал меньше 5-5. Коэффициент 1-7-6. 2 тысячи 800 рублей я ставлю. Матч АПЛ. Саут Гентон играет против Тодднахэм. Да, Саут Гентон не лучшим образом стартовал. Сначала проиграли 0-1 Кристал Пелос на выезде в чемпионате. После этого в матче Кубка Лиги Английские тоже вылетели. Уступили 0-2 Брэнфорду. Не забили ни в первом, ни в втором поединке, но имели немало шансов, чтобы это сделать. На мой взгляд, наиграли на голы в обоих матчах. И все-таки хочется вспомнить то, как Саут Гентон играл остаток сезона прошлого. Там Саут Гентон выглядел очень здорово. И много побед команда держала. Ну и забивала голов команда очень много. Что касается Шпор, то Тодднахэм меня по игре тоже не впечатляет. Они уступили в первом туре дома Эвертону 0-1. Играли неважно, в общем-то, как и в концовке прошлого сезона. Плюс еще в четверг проводили свой поединок против Локомодива Плавдивы. Там, конечно, 6-8 футболистов Мауринио с собой не взял. Но все равно многие игроки стартового состава принимали участие в матче. Поэтому все эти перелеты и так далее, это не лучшая история для того, чтобы подготовиться к этому матче. Все-таки времени всего лишь 2-3 дня. И поэтому я считаю, что Саут Гентон имеет хорошие шансы и чтобы победить, и абсолютно точно, чтобы забить. В личных встречах, что интересно, в 10 из 11 игр обе забьют ставка проходят. При этом в единственном матче, где обе забьют ставка не проходила, именно Тодднахэм не забивал. То есть Саут Гентон в 11 матчах подряд Ворота Шпор забивает, да и в последних 4 домашних матчах не проигрывает. Две победы и две ничи. Поэтому моя ставка и не дуален тотал Саут Гентон больше одного, коэффициент 1.77, 2900 рублей оставлю. Ну и, наконец, главный матч этого видео. Челси играет против Ливерпуля. Челси играл Брайтон в первом туре 3-1 на выезде. Ну, не скажу, что победа была максимально уверенной. Брайтон, я считаю, имел не меньше моментов, мог и не проиграть даже в этом поединке. Но, по крайней мере, Челси не провалился. Они играли неплохо в обороне. Они воспользовались ошибками соперниками, подарками, которые Брайтон им преподносил. Что касается Ливерпуля, тут немного другой матч. Победа 4-3 над Лидцем. Но какой победа это была? Пропустили целых три гола, могли пропустить еще больше. Невероятно безобразная игра в обороне. Просто посмотрите, как Ван Дейк привез гол, как в свои ворота забил Трент Арнольд. Когда, казалось бы, выбитый просто мяч головой за пределы поля, он в итоге забил все ворота. И лишь повезло, что офсайд был, этот гол в свои ворота не засчитали. Впереди, опять же, два пенальти. Остальные два гола со стандартов после уголового, после розыгрыша штрафного. Поэтому я бы сказал, что довольно смазанное начало со стороны Ливерпуля. И в концовке прошлого сезона был виден спад. Многие думали, что у них уже мотивации нет, потому что они уже чемпионы. Но нет. Был спад. И вот те два матча, которые в этом сезоне не провели, это проигрыш Суперкубка Арсеналу и матч против Ливерпуль сыграл безобразно. Поэтому я лично считаю, что в этом матче, тем более то, что матч состоится на Стэнфорд Бридж, фаворитом должен являться именно Челси. И есть хороший шанс у аристократов не проиграть. Но я уверен, что Ливерпуль свой гол забьет, потому что довольно результативные поединки друг с другом. У них в последний раз 5-3 Ливерпуль Челси обыграл. Но дома, кстати, что интересно, в четырех матчах на Стэнфорд Бридж у Челси две победы, лишь одно поражение. Поэтому моя ставка, здесь их две, да. Первая ставка, это обе забьют, плюс тотал больше 2,5, за коэффициент 1,80, 2900 рублей я поставил. И вторая ставка, 1х, на непроигрыш Челси, за коэффициент 1,74, 2800 рублей. На этом все, друзья. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, жмите на колокольчик, переходите в Телеграм с дополнительными бесплатными прогнозами. Всем вам желаю больших успехов. Увидимся в следующих видео.